Знаете ли вы, что утро — это такая часть суток, когда завидуешь безработным? Ну, ничего, для магнитных бурь сойдет. Да, конечно, не очень, так чуть-чуть кто-то похихиков. Хорошо, тогда посложнее задачки. Знаете ли вы, что у женщины неприлично спрашивать, в каком она классе учится? Лучше. Попроще, ладно. Нет, нет, посложнее, наоборот, посложнее, поэтому буду говорить медленно. Знаете ли вы, что почему-то шутку о том, что машина — не роскошь, всерьез восприняли только российские автозаводы? Нормально. Теперь попроще. Знаете ли вы, что даже на красивую женщину мужчина закрывает глаза, если он сидит в метро, она стоит рядом с ним? Общественный транспорт, всем понятно все, да? Ничто так не сближает людей, как общественный транспорт по утрам. Для женщин наших, знаете, я вот, я хорошо отношусь к женщинам, особенно к зрительницам. Если в зале много женщин, обязательно смех возникнет, случится. Мужики не такие искренние, женщинам смешно они смеются. Мужики все равно, вот даже тех, кого я вижу, половина сидит и думает, как бы сейчас пивка попить. Слышите, опять женщины смеются только. А мужик все равно, он полконцерта об этом думает. И когда понимает, что мечта бесперспективна, только эти вообще хохочут. Так вот, для вас, милые женщины, знаете ли вы, что русские женщины, они самые красивые, причем и днем, и ночью. Если им лень краситься с утра или некогда, они так и ложатся спать в макияже. Причем, мужики, согласитесь, как они умудряются не размазать это все по подушке? Все, я за многими наблюдал. Нет, ну нет, 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 тихо, тихо, тихо. Я покраснел сейчас, нет? Меня загримировали, не видно будет на телевидении. Вот тоже лингвистическое наблюдение. Для вас продолжаем тему женскую. Для вас, милые. Знаете ли вы, что слово «замужество» очень точно делится на два слова «за» и «мужество». Просто надо давать медаль за мужество. Но это про врачей. Знаете ли вы, что мечта сегодняшних врачей русских — это чтобы бедные никогда не болели. а чтобы богатые никогда не выздоравливали первые ряды извините знаете ли вы такую примету медицинскую чем позже приезжает скорая тем точнее диагноз а знаете вы что самые суеверные люди это зубные врачи от них только слышно сплюньте пожалуйста знаете ли вы что если в мандарине вырезать глаза и рот получится грузинский хэллоуин но мне смешно вам нет ну какая разница а вообще знаете американцы ошибаются насчет того что хэллоуин их праздник я докопался оказывается это древний славянский праздник просто он по-другому назывался похмелоуин но это когда тыквы болели и аж глаза горели от этой боли с утра нет нет но у некоторых из вечера но я не могу без америки так что знаете ли вы самую короткую шутку про америку макдональдс это ресторан а знаете ли вы что американская армия с удовольствием познакомиться с любой другой армии для интересного времяпровождения на ее территории а знаете вы чтобы вывести из строя американского спецназовца достаточно у вас был случай вы как-то что-то свое увидели в этом или вы над прошлой шуткой о своем родном или они щекотят друг друга сидят жалко вас не снимают сейчас разрешите я повторю знаете ли вы чтобы вывести из строя американского спецназовца достаточно вытащить из его рюкзака рулон туалетной бумаги так теперь посложнее задачка вот фраза я могу ей гордиться эта примета она была вырезана из 13 телевизионных крест вы представляете какие трусло наши ребят я вам отдам деньги если вы будете все время смеяться чем я сам отстегну вам бабки вдвойне ладно потому что ну у нас запись идет и как вам вот объяснить а я не знаю у нас запись короче идет нам нужен разумный смех вот вот очень хочется разумного смеха но не знаю как вам объяснить что это такое значит фраза которая была вырезана из нескольких телевизионных передач вот я еще раз повторяю какие же трусло наши чиновники но это про всех нас знаете ли вы что если через полгода после выборов вам еще не стыдно за того кого вы выбирали значит вы на выборы не ходили у нас у нас просто постоянно какие-то выборы я вообще не хожу на выборы я вообще знаю одну мудрость хочу спросить знаете ли вы это сложно что в кремле не преступные только стены хорошо хорошо да все остальное преступные а знаете ли вы что если президент гарант конституции то администрация президента гарантийная мастерская жалко они не слышат это все чиновники не ходят на мои концерты это правильно потому что я не говорю то что считаю нужным говорить вот знаете я учился в двух школах в двух студенческих группах все мои сверстники кого были способности пошли работать согласно своим способностям кто стал врачом кто летчиком кто инженером ученым кто-то художником все у кого не было способности стали чиновниками все то есть чиновники это не врачи это не режиссеры это не артисты то есть все кто паразитирует и мы часто ищем у них сочувствие гремонин у них нету у них органов сочувствие понимаете потому что потому что у паразитов органы отмирают углистов даже органов зрения нет вот интересно чтобы они послушали как люди реагируют когда про них говорю знаете ли вы что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега откат за откатом вы представляете до чего они довели нас если мы все знаем что это такое вот же показатель ладно отвлечемся от грустного я по сибири проехал и по северу российскому сделал такое наблюдение тоже журналистка знаете ли вы чем отличается зима от лета в российских северных городах зимой там люди ходят застегнутых фуфайка а летом расстегнутых посложнее задачка знаете ли вы как называют толстых монашек божьи коровки а знаете вы что хлеб всему голова а мука всему перхоть ну дальше так сказать образование надо хоть какое-то иметь а знаете ли вы что корицу хорошо то русскому собака я подожду подожду нормально а знаете ли вы что русскому хорошо то немцу даз из фантасты а что украинцу хорошо то свиньи смерть ой так хочется про украину рассказать сейчас что думаю но давайте давайте потом ладно украина сегодня это десерт с этого нельзя начинать а знаете вы что нудисты играют в карты на диване а макаки макаки никогда не поворачиваются спиной к быкам а самая плохая примета знаете это если вам перебежала дорогу черная кошка с пустым ведром а знаете вы что ничто не снимает сонливость как чашечка крепкого сладкого горячего кофе выплеснутое на живот для тех кто особо чувствителен к смеху реагирует вот эта фраза будет кстати знаете ли вы что смех сквозь слезы это наркоманы пытаются раскурить кактус видите я в современной теме не просто старый дядька дальние ряды для вас там всегда студенты молодежь сзади знаете ли вы господа студенты что если вы будете плохо учиться то праздник 23 февраля может стать для вас профессионально милые женщины напоследок для вас но сразу говорю мужики не слушайте хотя я писал себя знаете ли вы что у трезвой женщины на уме то у пьяного мужика никогда не получится вы смеетесь над фразой или над тем что я себя писал это интересно ну и последняя фраза которая которая вырезана только из 7 телевизионных передач она будет рекордсменом за последние я думаю будущем знаете ли вы что по инициативе партии единая россия выпущен диск дивиди сборник речей путина для караоке вообще ко мне за кулисы пришли два чиновника я выступал в кремлевском дворце съезды вообще так времена изменились так интересно об этом рассказывать и вот допустим связи с такой фразой даже пришли ко мне за кулисы когда выступал в кремлевском дворце два чиновника чиновники вообще вы если есть зале вы не обижайтесь ладно потому что так порознь вы нормальные ребята совершенно но когда все вместе это какая-то беда всероссийская просто пришли ко мне и говорят чтобы слово путин извините сейчас вот так пришли ко мне говорят я второй раз повторяю чтобы слова путин со сцены произнесено не было как я хорошо их спросил я их спросил это не цензурное слово они так замялись и бочком бочком от меня а я им кричал догонку это хорошие слова ну правда вы думаетесь в логику мне вырезают все найти на телевидении сегодня это просто игра какая-то они всего боятся им кажется что путин за каждым из них наблюдает персонально как господь бог отслеживает все телевизионные передачи сам с утра до вечера этим занимается только а потом что я сказал я ничего плохого не сказал DVD диск путин я же не сказал как его прозвали знаете его в сибири назвали ему кличку дали в сибири лили путин это наши наши люди дали кличку это не я потому что слова красивые а дела то лили путские ведь посмотрите ну мы хотели я лично хотел бы чтобы наш президент был человеком слова хотя бы одного а он человек слов красивых а я хочу чтобы он сдерживал держал свое слово сказал мочить мочи нет сортиров строй полно строителей это был предвыборный слоган мы выбирали его благодаря благодаря этому слогану ну на следующий день ко мне пришли два чиновника по умней из фсб видимо отбор был какой-то тестированием вообще фсб если вы взяли впрочем куда от вас денешься но вы извините вы так порознь ребята нормальный совершенно но все вместе это новая всероссийская беда друзья мы они ездят на разборке вместе с бандитами теперь то есть бандиты крышуют по всей россии игра и допустим игровому бизнесу а фсб крышует бандитам и те бандиты выигрывают разборку за которого за которых поглавнее чин фсб стоит то есть такая парадоксальная ситуация вот пришли два значит фсб женика и говорят имейте ввиду в зале сегодня будет два представителя фсб я по-моему тоже нашелся что ответить я его спросил во первых только два они говорят два особенных почему они будут за вами все записывать напугали я бываю остроумен иногда я переспросил мне помедленнее говорить хотите я два раза буду повторять это все а действительно получается знаете что произошло в россии вот я проехал по многим городам здесь же большинство людей так не ездит как я и я вам должен сказать рейтинг у нашего президента сохраняется рейтинг а уважение падает потому что это разные понятия это для телевидения важен рейтинг а для людей важно уважение а у них там слышу них там все как у нас на зоне че ты ха ха все из-за бабок вон кремлевская братва колонулась на питерских пацанов и московских ну ты понял у нас московские пацаны те которые еще при царе борисе вот и понял такие бабки наколбасили ты чё ты бы ты бы узнал тебя бы уже с тапочками срослись отвечаю отвечаю чтобы не на тайландской штангистки жениться а питерские слышь питерские до которые хотят у московских вымутить бабки отвечаю что мне с пьяными финнами в одном купе целую ночь ехать все по понятиям у них там все как у нас на зоне у всех кликухи московские пацаны питерскому питерскому пахану кликуху дали колокольчик ночью звенит красиво толку никакого то ходоказа шнурует то березу нагнет ну че ты ха ха толку в чечне в липалово по самые прикосы учителей врачи обустили ниже уровня пейджера у вояк у вояк лица уже в люк танка не входят и видал ушами задуло цепляются московские пацаны даже даже слышать вот полная несрастуха с питерским паханом было питерский пахан им предъяву по всем понятиям вынес московским брат браткам московским мол где казна которая царя бориса осталась а те ему по понятиям вот она вот она на бюджет намотана ты я тебе отвечаю у них все как у нас на зоне и все по понятиям все из забавок слыхал чё чё брякнул перед выборами самого себя колокольчик мы должны сделать россию ну по понятиям сделает отвечаю чтобы не всю жизнь долгшего тамагочи кормить поэтому у него уже кликуха не колокольчик ему питерские другую кликуху дали мальчишки-бальчишки-бальчишки летят самолеты привет мальчишу идут пароходы привет мальчишки а кто без привета к тому сам мальчиш придет с приветом у дюком и пистолетом отвечаю что у меня на новогодние елки одни медицинские свечи горели вон уже весь мир на зоны колонулся в открытую говорят евро зона ты понял это зона которую евреи придумали главных авторитетов 8 их сходняк большая восьмерка валютный фонд общак кто бабки не отстегивает тут же все будет забомбить для таких наездов специальная бригада есть на то секретная расшифровка наезд авторитетов и тухлых отморозков а чё ты ха ха вон иракские пацаны лишние возбухали о себе тут же их не паханак дам сухейна выловили в курятника постили слезы на анализ взяли установили он теперь устанавливает кто он всего по понятиям главный в этой приказе америкосы америкосы гундосы ты у них не пахана клику услыхал третий российские кореша прозвали третьим он третьим буш а америкосы другое погоняло прилепили бублик бублик но ты помнишь она даже когда ел бубликом подавился слушай ну это с мечтой о каких бабках надо жрать чтобы подавиться бубликом а ну чё ха ха ты видал он даже теперь когда по телеку молчит у него как будто дырка от бублика застрял будто удивляется чё российские кореша на меня в обиде затаились чё чё после того что он в мире наделал у нас в россии наш российский доллар падать начал но ничего ему тоже глаз на евро натянут отвечаю чтоб не майкла джексона без грима на рентгеновском снимке увидеть потому что у них все по понятиям у всех кликухи у белорусского пахана клику услыхал чиполина лукашенко чиполина все как на зоне на востоке китайская братва подтягивается они перми солнца встречает их погоняла солнцевские а у французского погоняла слыхала французского пахана ширяк ширяк ширяется а еще нюхач есть нюхач это новый армянский президент нюхач а беню знаешь беню ну ладно но он из одессы беню ты чё кликуха в миру небоскребнутый ну точнее как на зоне в натуре в погоне за его бабками америкосы уже пару стран урыли в лохмоте слышь а беня забурился как гнида в портмоне слышь и только малявы им шлёт мол я вас всех на детонаторе вертел и не видать во моих бабок как бомжу педикюра короче ты понял все по понятиям все из-за бабок а мы для них вот мы все мы для бени колокольчика царя бориса мы шлыта лохотрон для параши у голосования нет я слышал лохотрон у параши для голосования ты не понял медленно говорю голосование а знаешь все почему потому что рожденный брать давать не может поймал и не надо лохматить бабушку сегодня интересная такая встреча с вами такой вечер первая часть по вырезанным местам телевизионных передача такая получается но был праздник мвд а я должен перед вами похвастать я никогда не выступал на празднике мвд вообще не так надо сказать на сказать я не замаран ни одним выступлением на празднике мпд милиция если вы из зале вы не обижайтесь вы так поросли нормальные ребята даже гаишники ничего порознь когда в зале но когда они все вместе невозможно дождаться реакции они сидят ты шутишь они ждут когда главный засмеется а у главное лицо сморщилась он хочет понять о чем речь идет а понимать же не лицом надо и процесс затягивается вообще вообще у меня такая есть непонятка как люди задают друг другу вопрос почему они не ловят бандиты вот смотрят на наших генералов милиции говорят почему они на бандитов никого не ловят друзья мои чтобы поймать бежать надо вы и фигуры видели как они могут бежать им путин ордена даже не прикрепляет он кладет вот так вот у тех же американцев есть правило полицейский американский должен отжаться от пола 30 раз 30 раз наш милиционер генерал одного раза не отожмется то что он не прижмется к полу и и вот был праздник мвд мне позвонили устроители праздника говорят выступить на празднике а я хочу отказаться но не знаю как и придумал отвечаем позвоните в мвд и спросите они хотят чтобы задорно выступил у вас звонок через 15 минут мне обратно говорят извини мы тебя подставили в каком смысле нам не рекомендовали выступление задорно просто такие андроповско-брежневские какие-то формулировки и я естественно мне интересно спрашиваю кто не рекомендовал мне отвечать главный оборотень ну в то время грызлов был это вообще удивительно да вот еще одна непонятка классная только россия могла на украину для примирения послать человека с фамилией грызлов я спрашиваю а что он сказал что главный оборотень я спрашиваю а что главный оборотень сказал почему задорно нельзя выступать на праздник нам неудобно тебе говорит что он сказал ну ладно уж по отношению к оборотням я циничен там помялся этот устроитель потом говорит сказал задорнов отморозок как вам не стыдно смеяться друзья моего что я у вас сочувствие искал а вы надо мной смеете сейчас да я спрашиваю а как аргументировал почему я отморозок он мне говорит он сказал задорнов отморозок потому что говорит то что думает о какое новое значение слова отморозок пользуясь тем что я отморозок я хочу прочитать одну миниатюрку которая не просто не было не просто была вырезана а которую не допустили для съемок даже это про наше телевидение у меня особое отношение к телевидению я смотрю иногда телевидение за границей и сделал для себя вывод новости за границей можно смотреть под пиво с орешками в россии только под водку не чокались как же правильно кто-то давным давно назвал главную телевизионную компанию останкина во-первых я такую телевизионную передачу им придумал новую такой реалити-шоу ну это такая мелкая пародия толпа бьет ногами мужика в кровь забила жертва вдруг очнулся за что мужики я ничего плохого не сделал агонизирует из толпы человек прекращает его бить говорит кончай мужики бить а ты мужик вставай улыбнись это была передача розыгрыш это был эпиграф к нашему телевидению циничная очень пародия но я боюсь что если дальше будут такими темпами развиваться цинизм нашего телевидения то скоро мы увидим подобные передачи ведущая сегодня в районе города энска потерпел катастрофу пассажирский самолет приятно очень приятно что наш съемочная группа уже на месте видите все все понимают да вот достала нас телевидение вот камера показывает самую страшную жертву она даже не успела упасть так и стоит у нее жутко изуродное лицо уродливый костюм уродливые руки в руках микрофон извините это наш корреспондент игорь знаете это наше телевидение сегодня кассит под cnn cnn для бедных игорь валентина игорь а там игорь на сахалине где-то его вообще забыли о микрофоне он без микрофона вообще не знаю что показывает он стоит в носу ковыряет чего-то она кричит игорь пытается до сахалина докричаться без микрофона просто хотелось чтобы услышать он ведь меня позвали она понимает что без перспективных это все говорит извините у нас перевод со связи сегодня в кремле состоялось заседание правительства посреди заседание правительства вдруг игорь здравствуйте валентина крис понять мы ведем наш репортаж с места трагедии нам приятно сочи что наша телевизионная съемочная группа оказалась на месте падения 1 мы первый канал вы всегда первое мы здесь были практически за час до падения землет и смогли выбрать лучшее место откуда открывается потрясающий видно жертвы сожалению не может показать сами жертвы очень мешают машины скорой помощи валентина валентина спасибо игорь у вас все игорь игорь у вас все нет не все валентина почему меня зовут игорь я валера ведущая поняла игорь вас зовут валера скажите василий скажите василий а что известно причинах катастрофы какие интересные подробности что считает завод изготовитель этого летального аппарата летательного аппарата крис монет вы знаете все в один голос говорят что машина супер надежно это убедительно доказывает в их мнению тот факт что с момента выпуска она летала без единого капремота вот уже 75 лет и ни разу до этого не падала ведущая перебивать просите что я перебиваю федор федор но вы рассказываете о самым интересным поймите для телезрителей о катастрофе а я смотрю на компьютер у нас падает рейтинг многие переключились телезрители на другой канал потому что там только что басков плюнул моисеева причем с разбега всем интересно чем это закончится ведь час как раз разбегается моисеев ищите ищите более увлекательные подробности этой катастрофы а мы дорогие телезрители переключаемся на государственную думу наш специальный корреспондент корреспондент вы знаете сегодня все депутаты скорбят скорбят прямо с утра даже произошла небольшая потасовка за право первыми выразить соболезнования в эфире сейчас мы вам покажем минуту молчания и другие увлекательные моменты этого заседания депутат в эфире очень серьезно это страшная трагедия нас всех объединила и не важно что я лидер партии филателисты за путина конечно я бы мог сейчас сказать голосуйте за нашу партию филателисты за путина потому что многие даже несно шок есть такая партия филателисты забудь ли на даже сами филателисты не знают что они за путину но в этот страшный час я даже не вкусно но в этот страшный час я даже не буду произносить название нашей партии филателисты за путина корреспондент к сожалению мы не можем показать вам концовку этого выступления потому что в этот момент выступающим подошел жириновский с кефиром извините я повторю слова жириновabis кто сказал что все это предвыборный пиар и что они все не филателисты, а пиарасты. А я вообще Жириновского считаю своим коллегой. Вы знаете, вот он бы мог стадионы собирать. Ну какое же у него образное мышление. Как он кричал Ленина вынести с Красной площади, Краснопрощадь промыть фруцелином. Откуда он берет эти слова? Многие знакомые мои голосуют за Жириновского. Это правильно. Я их спрашиваю, почему? Они говорят, чтобы веселее было. Если его убрать, мертвичина политическая. Он же в августе, я не знаю, вы видели, простите, я отвлекся. Я потом вернусь к тому месту, с которого отвлекся. В августе месяце Жириновский пошел выносить Ленина из мавзолея собственноручно. Ой, мне довелось видеть этот телерепортаж. Ну он молодец, конечно. Вот прикололся. Долго ксивый тряс, его не пускали. Наконец он что-то туда прошел. Легче его пропустить было. Через 15 минут вышел с синяком под правым глазом. Его журналисты спрашивают, кто он поставил синяк? Он что-то нарявкал, натявкал и ушел. Не ответил. А я знаю, кто. Ленин. Потому что Ленин и сейчас. Молодцы, полный. Ой, ладно, про него тоже потом. Ведущие приятно, очень приятно, что в нашу катастрофу включается все большее число не только людей, но и депутатов. И наш рейтинг снова растет, тем более, что на другом канале Моисеев не попал в Басково. Так что мы снова переключаемся на место происшествия. Что там у вас, Аркадий? Что новенького зрители интересуют подробности. Например, Аркадий, подтвердилась ли версия о том, что экипаж уже давно летал по контурным картам? Вообще, у следователей есть версии? Христот, да, у следователей есть две версии. Первая, они считают, что самолет упал, потому что на него подействовала сила притяжения Земли. Но есть вторая версия. Все пассажиры были не пристегнуты, а Стернесса начала разносить еду. Все побежали к ней. Самолет наклонился, а в это время кто-то не на той высоте натянул бельевую веревку. Уже опознат хозяйка веревки. Это Мария Ивановна и села Баранихи. Вы видите, представители ФСБ фотографируют ее у нее на огороде, чтобы составить ее фотором. Ведущая, спасибо, это все очень интересно, но все-таки скажите, сколько жертв к этому моменту? Зрители интересуются, сколько жертв? Подробнее. Корреспондент, да, вы знаете, я могу вас порадовать новыми цифрами о свежих жертах. Их уже 138 человек. Конечно, жертв могло быть больше, но многих спасло то, что они успели уйти еще до приезда скорой помощи. Ведущая, простите, вы сказали жертв 138, но по другому каналу только что объявили, что жертв 170. Но не зрители, переключились на тот канал. У нас снова падает рейтинг. Не могли бы вы там повнимательнее посмотреть? Может, кто-то из жертв просто спрятался в кустах врачей? Корреспондент, я понимаю, к сожалению, по количеству жертв мы пока проигрываем нашим коллегам. Зато у нас есть козырь 69 тяжелораненых, и только у нашего канала эксклюзивное право на их показ. Оставайтесь с нами, практически все они были ранены эксклюзивно для нашего канала. Многие из них не выживут, спасатели нам это обещали. И у нас нет повода им не верить, им помогают наши врачи. Ведущая, ну а какие сенсации, кроме этого, Марик? Вы знаете, у нас сенсации мирового масштаба. Только что мне дали эксклюзивно по наушнику в ухо знать, что среди обломков самолета наши следователи нашли два малюсеньких трупика вирусов атипичной пневмонии. Молодцы, знаете, они всегда находят то, что мы их просим. Вы помните, это они месяц назад нашли в Шереметьево большую партию анаши из Казахстана и задержали ее более чем на две недели. Потому что все, включая руководство МВД, признали высочайшее качество задержанного товара. Ведущие это потрясающе, это лучшая новость катастрофы. Благодаря всему двум тропикам вирусов атипичной пневмонии к нашему каналу присоединились три миллиарда китайских телезрителей. И наш рейтинг уже выше, чем был даже полгода назад, когда мы показывали голливудский блокбастер о катастрофе танкера на железной дороге, которую захватили роботы-гомосексуалисты. А теперь мы должны бежать, к сожалению, и с вами прощаться. Только что нам сообщили, что малолетний террорист в Ставропольском крае захватил паром с цирком конных цыганских лилипудов на льду. Если мы опоздаем, поймите, это будет ужасно, оно взорвет не в нашем эфире, это невозможно. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч, до новых катастроф, то есть практически до завтра. Оставайтесь с нами. Мы, Первый канал, мы имеем самую обширную аудиторию и будем всегда ее иметь. Мне рассказали, что Жириновский летел в Израиль, но все-таки он действительно мой коллега. А евреи решили в прямом эфире его сконфузить. Сейчас! Они не знают, что он соображает быстрее всех евреев Израиля вместе взятых. Он вопрос ведущего провокатора даже не дослушал. Он уже орать начал, на весь Израиль причем гнать. А вопрос-то, фу, для детского мозга, как посмели вы, будучи антисемитом, приехать в Израиль? Он, не дослушав, начал орать. Я антисемит? Да я еврей! И тут же гнать. У меня папа был еврей, он бросил нас с мамой, когда мне было три года. Он уехал сюда, к вам, в Израиль. И в камеру, папа, если ты меня слышишь, я задзабись. А комментатор так удивился, этот ведущий говорит, вы еврей? Жириновский говорит, я могу вам доказать. Он говорит, не-не-не-не, не надо. О спорте. Немножко надо поговорить о спорте, все-таки надо как-то мужчин включить в процесс. Настоящий фурор произвели вчера российские джидаисты на чемпионате мира по шашкам. Но на прошлой неделе неожиданно попал в больницу Павел Глоба. Дело в том, что Майк Тайсон попросил его составить ему гороскоп. И Глоба ответил ему честно, что Тайсон родился в год черной обезьяны. Три дня назад на четыре с лишним часа затянулся хоккейный матч в Финляндии-Чехии. Два из которых, пьяные финны, ржали над фамилиями Чехов. Вообще, я из Петербурга однажды на пароме шел в Хельсинки. И так тихо, смирно было на теплоходе. Я и инвалидов, в общем-то, не видел никаких. И вдруг мы подходим к Хельсинки, и там на причале человек 150 финнов, и все встречают наш паром, и все с инвалидными колясками. Я ничего понять не могу, я ни одного инвалида не видел. Оказалось, пьяных финнов выносить с теплохода. Вообще, говорить про наш спорт невозможно не сказать, знаете, не вы... Вот я не могу промолчать и не сказать ничего о нашем футболе. Я посмотрел чемпионат Европы из Португалии, сделал для себя, знаете, какой вывод? Наши футболисты играют заразительно плохо. С ними плохо играют даже хорошие команды, потому что они не знают, как с нашими играть. Они не знают, как бороться. Они привыкли играть с теми, кто бегает по полю. А наши изобрели новый вид спорта. Спортивная ходьба с мячом. Они вяжут всех совершенно. Единственное, быстрее кого наши играют, это эстонская команда. Они умудрились выиграть 4-1 у Эстонии. И счастье было, а я объясню, в чем дело. Комментатор сказал одну фразу, которую я понял, поскольку я часто бываю в странах Балтии. А такой широкий наш зритель, он не понял этой фразы. А комментатор сказал, в эстонской сборной играют многие русские игроки, но им запрещено говорить по-русски. Они все говорят по-эстонски. Вот в этом и причина, потому что языки разные. Вот я вам приведу пример. Чем отличаемся мы, ну, это кто-то из Эстонии был здесь. Чем отличается, вот скажем, наш темперамент от темперамента прибалтийского. Это тоже выражено в наших языках. Например, мы говорим, солнце выползает из-за горизонта. В странах Балтии говорят на местных языках, солнце выпрыгивает. То есть, вы понимаете разницу? То, что для нас выползает, то для них выпрыгивает. И у них языки с длинно-тами, и воно-о-о. Вот пока наши русские игроки на эстонском языке на поле скажут, опасность справа. Практически опасность прошла, уже закончилось все. Ну и, конечно, хочется записать на телевидении такое эссе. Никто не знает, что такое эссе, и я не знаю. Но все так уважают сразу. Ой, он эссе пишет. Об Олимпийских играх. Знаете, когда развалился Советский Союз, вот первая мысль у меня была. Как мы будем побеждать теперь в Олимпийских играх, если все спортсмены будут выступать теперь за разные страны. И я вспомнил об этом, когда были Олимпийские игры в Греции. И, между прочим, сделал интересный вывод. Действительно, мы отстали от Китая и Америки. Но есть ли к российским медалям прибавить медали, завоеванные спортсменами из бывших советских республик? А есть ли еще прибавить русскоязычных казахских немцев из сборной Германии? А есть ли детей брайтоновских и сиднеевских эмигрантов с именами Джон, Сэм, Алекс вместо Семы, Саши и Вани? А есть ли еще учесть, сколько спортсменов, медалистов, как в Китае, воспитали наши тренеры? Вообще все медали наши. Лично меня, я не знаю как вас, охватывала неподдельная гордость, когда на ринге, во время Олимпийских игр, тренеры, судья и боксеры, все ругались по-русски. Я невольно сделал вывод для себя, Россия, для талантливых людей и для спортсменов, это не страна, это плодородина. Вы вдумайтесь, как можно ругать наших спортсменов, как это делает сегодня спортивное руководство. Да занять столько призовых мест, живя в стране, где с момента развала Советского Союза не построено ни одного стадиона, где бассейны с болотной водой, во многих уже собирают лотосы, где дворцы спорта отданы под шоу-бизнес и автосалоны, где главный символ спортивной гордости России лужники за множество ларьков народ прозвал нужники, где тинейджеры играют в футбол на компьютерах, накачивают мышцы джойстиками. Школьники занимаются наполовину спортом, только допинг принимают. А учтите, что у нас в стране руководство спортивное получило лично от президента право выдавать лицензии спортивному комитету на открытие казино по всей России. Они с тех пор и перебудили, какой спорт важнее. Я ехал между Ростовом и Таганрогом, одноэтажные дома, покосившиеся инвалидные заборы, старушки ходят вот в этих ватниках, в которых они родились до войны еще. Одно двухэтажное здание, знаете, что написано? Казино Алабама. И на дверях круглосуточно работает джекпот. Умеют говорить правду, когда не понимают, что говорят. Я помню, как порадовал однажды спортивный комментатор во время репортажа из-за ФИЛ. Всего одна медаль сегодня у нашей олимпийской сборной. На этой печальной ноте разрешите с удовольствием закончить нашу передачу. А я не согласен. Я вообще не понимаю, как можно было умудриться занять столько призовых мест, упражняясь фехтованию в подъездах, учась нырять с пеньков в лесные речки, когда вода достигает самого высокого уровня в дни паводка по колено. Где в спортивной ходьбе обучаются с детства пехом добираясь до школы. Где женщины с шестом только в стриптиз-барах можно увидеть. И неприлично в стране полуголовной романтики звучит выражение упражнения на козле. И все понимают, что это такое. Вы знаете, дети 10 лет пошли смотреть оперу «Золотой петушок», у них у всех была укатайка. Когда главный герой сказал, у тебя теперь нет жены, мы тебе дарим петуха. Вы понимаете, что вы все знаете, о чем идет речь. Это страна уголовной романтики. Да, наверное, мы бы получили гораздо больше медалей, если бы в олимпийские виды спорта включили борьбу с однорукими бандитами, взламывание чужих сайтов на время, обворовывание квартир через форточку с препятствием, толкание речей. Недаром у нас оказалась лучшая в мире команда российских стрелков. Только им было где тренироваться. Потому что Россия сегодня это широкоформатное стрельбище. Простой таксист стал чемпионом олимпийских игр по стрельбе, тренируясь ежедневно у себя на даче. И не мечтая об олимпийских играх, он просто тренировался, чтобы защитить себя и свою семью в государстве, которое никого не может защитить, кроме казино, рынков, банков, ресторанов, залов, игральных автоматов. Я не знаю, где тренировались остальные наши стрелки, но говорят, после олимпиады цены на услуги российских киллеров возросли. А наши бегуньи и девушки, они бежали порой, быстрее американок, хотя американки бежали, видно было по глазам, их на финише ожидают большие деньги. А наши бежали по-нашенски, просто бежали от души. Потому что если наши задумаются о деньгах, они до финиша не доползут. Им надо будет решить задачку, как эту медаль, которую они получат, не заложить на старости лет в ломбар. Только наш русский паренек мог 5 минут, 5 минут идти марафонским шагом с тепловым ударом без сознания. Ни один американец ни за какие деньги не пройдет 5 минут без сознания. О чем наш думал спортсмен в это время? О промышлении нашего государства? О нашем спортивном руководстве? Будут выбирать на третий срок президент или нет? Да нет, он просто хотел порадовать своих родителей. Они и так мало видели радости за свою вечно перестроечную жизнь. И до шоу порадовал. А наша женская волейбольная сборная во главе со своим долгоиграющим тренером, только он умеет в нужный момент подобрать такие допинговые слова, которые не засекаются ни одним антидопинговым прибором. Наши гимнастки, да ни с кем поклон нашим гимнастам, они боролись не только с соперниками, но и с судьями. Правильно я сказал, посмотрев одну из таких передач. К сожалению, все судьи живые люди. Но зато всего один наш гимнаст, которому болельщики разных стран аплодировали, встав со своих мест в течение 10 минут, вопреки оценкам судей, он сделал для нашей страны отчизны больше, чем все Министерство иностранных дел. Это же как надо было уронить авторитет спортивной страны, чтобы его стоя на ненаших трибунах защищали 3000 ненаших болельщиков. И не надо винить сборную России по плаванию, мол, она провалилась, в конце концов никто не утонул. И вообще не надо винить наших спортсменов, чести им и хвала, если бы не их имена, как имена наших ученых, артистов, да во всем мире. А Россия сегодня судили бы по Чубайсу, Березовскому, Абрамовичу, Басаеву, Жириновскому. И думали, что Россия это такая баба, бестринципная, которая только умеет, что давать кому не попать, а своими нефтяными скважинами. Вы знаете, Газпром провел конкурс «Мисс Красавица» на Ямале. Знаете, как назвал конкурс «Мисс Красавица»? «Мисс Скважина». Хочется похвалить и наш Олимпийский комитет, и его руководители. Молодцы, они все-таки оторвали какие-то средства от казино. Практически от себя оторвали. Билеты спортсменам купили в Грецию. И обратно купили тоже. Молодец и президент, хороших он нашел для себя избранцев спортивного руководства. Избранцев, избранцев, я не говорился. Полных избранцев. Поэтому, учитывая их психологию, не кормильцев спорта, а кормленцев от него. Я бы позволил дать один совет нашему президенту. Если он хочет, чтобы наша сборная Олимпийская добилась результата в разных видах. Чтобы им было где тренироваться следующие 4 года. Чтобы появились бассейны, стадионы, гимнастические залы, фехтовальные дорожки. Ему надо немедленно самому заняться плаванием, легкой атлетикой, фехтованием. Начать играть в футбол и, конечно, принять участие в синхронном плавании. Вместе со своей администрацией. И, конечно же, упражнения на козле. Я не имею в виду Ходорковского. Если продолжать тему спорта и поговорить еще о футболе. Вот мое мнение. У нас действительно футболисты тоже очень талантливые. У нас тренеры бездарные, руководство бездарное. Что такое талант? Талант, я вам открою секрет, это темперамент. Вы посмотрите, как наши тренеры сидят, смотрят на матчи. Это амебы в кислотной среде. Вот теннисистки наши играют, кричат, темперамент. Вот что такое талант. Боря Моисеев, вот талант. Докажу. Танцует неважно. Народ собирается смотреть, как он танцует. Поет хуже, чем танцует. Полные залы. Потому что Борис Каталантлив. Вот сделайте его тренером российской сборной по футболу. Он зажжет футболиста. Боря, зажигалка. Футболу нужна зажигалка. И футболисты бегают. Нет, и за ним тоже некоторые будут бегать. Не только. Не бомб. Закончился чемпионат Европы по пьянству. В первое место заняли русские. Нет, финны. Второе место заняли русские. Нет, французы. Третье место заняли русские. Да успокойся ты, русский, в жюри сидели. Новости шоу-бизнеса. Когда Николая Баскову было пять лет, он навсегда отказался петь на улице. Ему в рот залетали птицы. Это такое, от имени попсы. От имени фана попсы. От имени фана попсы. Я недавно чуть не погиб из-за пирсинга. Прыгал с парашютом. Он пока вспомнил, за какое кольцо дергать. Порвал себе губы, ноздри и пупо. В Сочи стоит ларек. Написано. Пирсинг. Внизу в скобках. Пенсионерам скидки. Вот и видно. Спокойно, спокойно. Второе деление. Экономьте силы. Там смеяться придется. Это пока грустный юмор. После гастролей известного певца Шуры в Узбекистане. Зрители дали ему кличку Али Баба. Потому что они никак не могли понять. Али мужик он. Хорошо, договаривать не надо уже. Вы так смеетесь. Сами допонимаете. Недавно у Памелы Андерсон началась депрессия. После того, как она увидела по телевизору Верку Сердючку. А знаете, я это для молодежи говорю. Потому что молодежи очень нравится сегодня попса. Я во Владивостоке был. И я спросил у десятерых молодых людей. Кто такой Фадеев? И мне восемь ответила. Это поселок рядом с Владивостоком. Но они все знали поименно всех выкидышей Фабрики Звезд. И все говорили, вау, окей. Вот такая западнизация пришла в Россию. Просто веселые сказочки. Сегодня молодежь мало читает. И мне интересно читать классику. И мне интересно даже русский народный сказ. Не хватает современных моментов. Как они говорят, экшена. Я добавил экшена. В нашей сказке. Такие заманухи для современной молодежи. Вообще это все надо было бы читать, знаете, голосом, который анонсируют блокбастеры. Вот это голос гайморитного больного. Причем я не знаю, кому это нравится. Почему такой голос рекламируют? Это что, как-то попадает в людей? У меня ничего, кроме смеха, он не вызывает. Потому что это голос человека, который сидит в туалете. У него проблемы с пищеварением. А он говорит, всерьез, говорит, все туалеты Линольска захвачены внеземными цивилизациями. Героический блокбастер. Один против ветра. Таким голосом надо читать это все. Дюймовочка бежала по лесу и кричала. Я не беременная, меня пчела в живот укусит. Ну я все, не могу таким голосом читать. Я сам себе надоеду. Самая короткая современная сказочка со счастливым концом. Принцесса не смеяно нашла коноплю. Иванушка, не пей из лужицы, козлё. Ну ты хоть травкой занюхай, придурок. Однажды Гулливер пошел на лилипутскую дискотеку. И вот так начало там колбасить. А лилипута в это время плющил. А правда так интересно. И фишки появляются какие-то в сказке. Однажды Карлсон напился водки, надел тельняшку и полетел бить морду малышов. Так в Швеции отмечали день десантника. Людмила подошла к берегу моря, бросила в море 20 баксов. Видите, показались из воды, но только по пояс. Летит барон Мюнхгаузен на ядре и думает, нифига себе в Кегельбан поиграл. Однажды у Карлсона забарахлил моторчик. На блонках нашли надпись «Электролюбс Швеция сделана с умом». Негритянский мальчик клакал. Негритянский мальчик звал на помощь. Но так и не смог вырваться из цепки хлоп-мой до дыра. Долго вы соображаете, действует все-таки магнитный буря. Крошка-енот улыбнулся тому, кто смотрел на него из воды. Но это не спасло его от голодной команды Жака Кусто. С криками «Сим-Сим, откройся!» А Лебоба уже шестой день пытается войти в интернет. Однажды у Мэри Поппинс не раскрылся зонтик. Так появилось выражение «Кровавая Мэри». Сказка про три медведя. Современная версия. Медвежонок. Кто спит в моей кровати? Сдергивает одеяло. Вау! Мама, папа, пойдите еще погуляйте немножко. Сказка про Буратино. Еврейская версия. Папа Карло. Буратино, сынок, открой рот, закрой глаза. Буратино открывает рот, закрывает глаза. Папа Карло орет, как на базаре. Скворечник! Покупайте скворечник! Ну и хулиганство легкое такое, напоследок. Едет Илья Муромец по полю. Увидел мужиков. Илья Муромец. Мужики, вы не видели здесь соловья-насильника? Мужики, Муромец, ты хотел спросить разбойника? Муромец мне лучше знать. Я не против показа блокбастеров. Я считаю, что сегодня надо еще больше блокбастеров показывать. Вот чтобы как-то отвадить молодежь от американских фильмов, им нельзя запрещать. Нам запрещали читать Мопассана, я в 7 лет всего перечитал. Всего. Я ничего не понял, но все перечитал. И Рубенса пересмотрел все картины. Поэтому я считаю, надо наоборот больше показывать сегодня блокбастеров. Писать сочинения на темы блокбастеров в школах. Человек-паук-герой нашего времени. Бэтмен-луч света в темном царстве. Годзилла, ум, честь, совесть нашей эпохи. А чтобы наши фильмы смотрели, русские, добрые, классные фильмы. Сейчас многие родители говорят, я беру мультяшки русские для своего ребенка. Не хочу его портить. Уже первое понимание и здравомыслие вернулось к нам после очарования Западом. Надо, знаете, анонсировать русские фильмы голосом вот этого больного, шпалой ударенного по голове. Например, Чебурашку, да? Ушастое волосатое чудовище бомжует в телефонной будке. А еще хотят западную реформу образования вот сейчас провести. Представляете, мы будем бакалавры, магистры. Боже мой. Они, по-моему, совершенно не понимают, что делать. Почему я об этом говорю в юмористическом концерте? Потому что достучаться до наших чиновников и им что-то объяснить, это все равно, что пытаться, пытаться вдохновить глухого музыкой бимаря. Поэтому я думаю, надо как-то обсмеять эту западную реформу. Ведь и так уже в школах ввели тестирование на американский манер. Такие вопросы на компьютерах, по литературе. Конечная станция следования поезда, под которой бросилась Анна Каренина. И перечислены Тамбов, Воронеж, Таганрог. Но гениальный вопрос, я прочитал еще один по литературе. На какой руке палел большой палец у Бобчинского? Запомнили? На какой руке? Три варианта ответа. И так уже в результате того, что мы за Западом нырнули, оголтело. И так попали в западню с точки зрения образования. В России, в Советском Союзе было лучшее в мире образование. Во что это превратилось? Дети сегодня, мало того, что не знают Фадеева. Они думают, Рафаэль и Микеланджело, это черепашки-ниндзя. Они уверены, что Бетховен — это собака, друзья мои. Это в библиотеку пришел парень и попросил стихи Чехова. Последний двоечник не мог такого спросить в советское время. Другой попросил триллер Отелла. По всей Москве сегодня афиши висят. Блокбастер героический Алеша Попович. Они стесняются слова «былина». А пришел парень в библиотеку и спросил блокбастер Островского «беспредельница». Девочка попросила «экзюпери маленький шприц». Мальчик написал в сочинении Чацкий, сел в карету и приказал «гони в аэропорт». Вот она, западнизация, что происходит, да? У моей бывшей одноклассницы внучка родилась. Когда я исполнилась 4 годика, моя бывшая одноклассница решила подарить ей значок, который мы получали, когда вступали в октября. Она ей подарила. А та смотрит и говорит, баба, это что за покемон изображен на ней? Латвия, Эстония и Литва первыми нырнули за Западом. И у них полнейшее падение образования произошло. Я слышал, как в Латвии пришел интеллигентный латыш, получивший образование в то наше замечательное прошлое. И спросил у молодого парня с пирсингом по всему телу, он спросил, трое в лодке, не считая собаки. И тот ответил, у нас по собаководству ничего нет. Вообще, я понимаю, что молодежь любит попсу. Я понимаю, что можно под попсу танцевать. Я вполне это принимаю. Но слушать всерьез на концерте, вот когда они поют под фонограмму, они бы еще под голограмму выступать начали. Я уж не говорю, что когда сидишь на концерте, это не на дискотеке. Ты стучишь ластами, и нижняя чакра работает. Это нормально. Но когда ты включаешь мозг, это же слушать невозможно. Современная попса отличается тем, что ее нельзя спародировать. Вот как Катю Лель спародировать? Вот можете мне объяснить? Невозможно. Как вы напишите пародию на песню «Сиси-пуси-миси-баси» или как там, я толком не знаю. А джага-джага, что это такое? Пол страны не понимает, что это такое. Оказывается, джага-джага – это название наркотика на английском языке. Ну, мы часто поем, не понимая что. Мне один африканец жаловался, что как вам не стыдно, мол, петь песню «Чунга-чанга». На нашем языке африканском это означает «спать с обезьяной». Ну, джага-джага, я разгадал загадку этой песни. Джага-джага – это продолжение песни Киркорова «Бала-бала полюбил чили-чачев». По всей России не знают, что Чехов не писал стихов, что Фадеев – это писатель, но все знают фабрику звезд сегодня. Что те поют? Это действительно фабрика. Они штампуют эти… Они говорят «звезды». Это звездушки, звездуночки, звездяшки. Что они поют? К Новому году один из них выкинул песню «Меня прет, меня прет, потому что Новый год». Все. Я решил составить портрет женщины, которые посвящены песне нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскоса улыбка» в бархатном колышется бене. Это даже изобразить невозможно. Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен я... Я... Как это? Я... Онемевший рукой впишу тебя в интерьер. Вмажу еще бы написали и по стене размажу. Большинство из текстовиков не знают, не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, которым посвящены попсовые песни. Руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку на спор вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты. У них такие... То есть уже не очень красивое существо. Такая рассказа улыбка. Руки мутанта. Вот это. Ну, главная деталь женской красоты — глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие, как семечка вьюна. То есть маленькие... То есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие-маленькие. То есть раскоса улыбка, лебединые руки и маленькие-маленькие глаза. Глазенки, такой, креветки с подкмельем. Но над этими маленькими-маленькими глазенками... Что? Брови. Мало того, что они изумрудные. Колоссяца. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки. Колоссяца. Сентниры бровей, такой, синокосинку вызывать нам. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год. Будущее этой женщины определено, естественно, группой гостей из будущего, которые поют «Небо цвета ваниль» и «Мои губы». «Опять не туда угодили». Ну, это же что за... Ты... За недоразвитость такая, что... Опять не туда. Ну, ладно, один раз не туда. Ну, опять, ну, сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Вы представьте этот образ. Такие мураши пойдут. Вот такие, если ты взял тело. Кстати, если у тебя мурашки на теле, извините, тебе вен-диспансер пора обращаться. Есть песня со словами «Пролетела стоя птиц и закапала с ресниц». Друзья мои, мы смешны, когда мы подражаем Западу, но при этом все говорят «Окей, вау!». Я спрашиваю, пришел ко мне человек, мытепно. Я говорю, кто ты? Как твоя профессия? Он говорит, я вошингер. Вошингер, от слова «ту вош». Мы. Я говорю, ты главный вошингер? Он говорит, нет, старший. Он серьезно, говорит, как кирпоров по себе, звезда я старший вошингер. Я говорю, я думал, ты в шею вытесываешь, а ты? Старушки говорят, я пойду схожу на маркет, возьму овощку и на маркет. Есть чудное словосочетание русское. Посмотрите, послушайте, как красиво. Свежевыжатый сок. Нет, теперь богатые. Считают признаком приобщенности к цивилизации. Говорят, мне фреш. Фреш, фреш, это просто свежевыжатый сок. У богатых спрашиваешь, где живешь? В пентхаусе. На чердаке ты живешь. Это мне напоминает этот пентхаус, эту мусорную машину, которая ехала утром по Москве, собственными глазами видел. Ей-то огромный мусорник. А у него на бортах написано www и латынью мусор точка ру. Ну а в Питере вообще написали английскими буквами название минеральной воды, так как звучит русскими буквами, но с английским произношением голубую воду. Блювота. Вот когда я слышу, как русские люди употребляют английские слова, для меня это вот все, вот этот вот бренд этой голубой воды. Мы не можем идти за западом. Нас закодировать невозможно. Я летел в Хабаровск, меня разбудилась юрдесса, говорит, посмотрите, как спит наш пассажир. Я на нее не обиделся, но это только наш. Мог спать в самолете, на кресле, на животе. Вы представляете, сколько он пива выпил перед этим? Что его выпукло, западалась полость. Запад. Западный вектор развития не для русской энергетики. Только наши водители маршрутных такси, когда встречаются на дороге, при полных салонах пассажиров, играют в обгонялки друг с другом. И только русские пассажиры болеют. Каждый за своего водилу. И когда тот, когда тот обгоняет, всем салонам показывают языки. Так вот, никто, и кстати, чтобы вы знали, никто так не может смеяться, как наши. Я считаю это спасительным задатком, очистительным русских людей. Потому что если бы я все то же самое, вот что я вам только что сказал в конце, рассказывал немцам у немцев или французам у французов, они бы меня выгнали из страны. Это только наши. Им говоришь, мы придурки. Ура, класс, давай, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...